ПЕСНЯ 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 Христос воскресе из мертвых, Смертию смерть поправ. 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 Христос воскресе измеры, Смертию с небом рам. Христос воскресе измеры, Смертию с небом рам, Иисусе на гробе живут на земном рам. Иже во святых отца нашего Иоанна, Архиекископа Константинопольского Златоустого, Слово образительное, во святых и святоносный День Хриславного и Спасительного Христос Бога нашего воскресения. Ащи кто благочестив и боголюбив, Да насладится сего доброго и светлого торжества, Ащи кто раб благоразумный, Да гнидит радуясь в радость Господа своего, Ащи кто потрудился постяся, Да воспримет ныне динарий, Ащи кто от первого часа делал есть, Да примет днесь праведный долг, Ащи кто по третьем часе прииде, Благодаря, да празднует, Ащи кто по шестом часе достиже, Ничтоже да сумнится, Ибо ничим же отмещевается, Ащи кто лишися и девятого часа, Да приступе ничтоже сумняся, Ничтоже бояся, Ащи кто точью достиже, Ибо единодесятый час, Да не устрашится замедление, Любочестив вас и владыка, Приемлет последнего, як уже и первого, Упокоевает в единодесятый час пришедшего, Як уже делавшего от первого часа, И последнего милует, и первому угождает, И он ему дает, и сему дарствует, И дела приемлет, и намерения целует, И деяния почитает, и предложения хвалит, Тем же убавнидите все в радость Господа своего, И первые, и вторые, мзду приимите, Богатие, убозие, Друг со другом ликуйте, Воздержанницы и ленивие, Днесь почтите, Постившиеся и не постившиеся, Возвеселитесь однесь, Трапеза исполнена, Насладитесь все, телец упитанный, Никто же доязыдет алчать, Все насладитесь перводмеры, Все восприимите богатство благости, Никто же до рыдает у Божества, Явися бы общее царство, Никто же до плачет при грешении, Прощение бы от гробово сия, Никто же до убоится смерти, Свободи бы нас, спасава смерть, Угасию и жотния держимы, Плени ада, сошеды бы ад, Огорчи его, вкусивша плоти его, И сие предприемы Исаева запи, А от глаголит огорчися, Средь от доли, Огорчися, ибо упразднися, Огорчися, ибо поруган бысть, Огорчися, ибо умертвися, Огорчися, ибо не зложися, Огорчися, ибо связайся, Прият тело и Богу приразися, Прият землю и среди неба, Прият ежевидевшее и паде в еженевидевшее, Где твоя смерть и жала, Где твоя аде победа, Воскресе, Христос, и ты низвелся и си, Воскресе, Христос, и подоши демони, Воскресе, Христос, и радуются ангели, Воскресе, Христос, и жизнь жительствует, Воскресе, Христос, и мертвый не един во гробе, Христос, во восстат мертвых, начаток усопших бысть, Тому слава и дежава во веки веков. Аминь. Тому слава и демони, Тому слава и демони, Воскресе, Христос, и мертвый не един во гробе, Сущего в гробе, в живота раба, И истинный Бог наш, Молитвами причистая своей Матери и всех святых, Помилует и спасет нас, Яко благо и человеколюбец, Христос, воскресе! Христос, воскресе! Христос, воскресе! С праздником, праздником, торжеством, честом жертвы. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Братья и сестры, с таким пасхальным возгласом встречаем мы друг друга, утверждая основу нашей веры в воскресение Христова, победы над смертью. Рады ответить на ваши сегодняшние вопросы. Вот первый вопрос, к сожалению, такой вот не очень радостный. Долгое время жили с мужем отдельно из-за его измен. Потом он покаялся, приехал за мной. Я вернулась в наш дом, его простила. Через две недели дом обнаружила под ковром натыканные иголки. Начала приглядываться, нашла такие же на нашей кровати, в матрасе, в кресле. Муж молчит, говорит, что не знает, откуда это. А я понимаю, что это колдовство и месть любовницы против меня. Что делать? А может, не против вас, а может, против мужа, который бросил любовницу и в семье вернулся. Что вы так зациклили на собственных своих переживаниях? Ну, идол в мире – ничто. Ну, если с вами Бог, ну кто вам может навредить? Ну, по грехам, конечно, нашим. Вот отгоняем от себя свои смирящие грехами ангелы-хранители. Все возможно. Но если вы праведны, если на вас крест, если вы Богу молитесь, посты соблюдаете, очищайте душу покаянием. Ну, простили даже такой тяжкий грех. Что вам эти иголки? Ну, соберите вы их, выкиньте вы их, в конце концов. Ну, что же в самом деле-то? Ну, водички святой окропите дом. Батюшку позовите, пусть он дом, квартиру осветит. Тем более после такого стресса и нечистоты, которая была, к сожалению, в вашей семье. Слава Богу, она закончилась. Поэтому давайте-ка поменьше этими вещами заниматься. То стекло находят, то зеркала, то иголки. Давайте-ка верьте в Бога, а переставайте заниматься мракобесием и верить в мракобесие. Еще вопрос. Так получилось, что работники, укладывая плитку в ванной комнате, выложили крест. Сами этого не понимая. Захожу в комнату, вижу крест. Это греховно для нас? Не знаю. Может, правда, что-то посмотришь. Дед Правда, где-то крестами плитку выкладывает. Я не знаю. Я не вижу, где там у вас крест. Ну, покажите это, батюшке или мне. Не, ну, я не знаю. Сейчас не могу я составить по этому поводу. Ну, что, любые кирпичики, любая тротуарная плитка, она вся как-то там выкладывается с каким-то определенным рисунком. Я не думаю, что, например, специально какое-то глумление там было. Почему крест является чем-то плохим, не знаю. Разные бывают обстоятельства. Давайте с этим разберемся. А на будущее надо обсуждать с работниками рисунок, который они будут выкладывать. А то вам завтра покажется там какой-нибудь там еще рисунок, который вам тоже будет неприятен. Или наоборот, вызовет у вас какие-то подозрения. Вот еще раз говорю, поменьше нужно, мне кажется, суетиться. Не видеть то, чего нет. Вот мы, что есть, не замечаем. Ошибки, грехи свои. А вот что бы, ну, можно внимания-то особо не обращать. Мы почему-то это замечаем. Если там прямо выложен восьмиконечный православный крест, не хотите попирать его ногами, ну, переложить надо плитку, да и все. Но я что-то сомневаюсь, что прям такой там был рисунок, прям крестообразный. Поэтому покажите, давайте-ка разберемся вместе. Но еще раз говорю, вы давайте-ка оцеживаете комара, верблюда проглощаете, говорит Господь. Обращайте внимание на мелочи, не замечая гораздо более тяжких знаков, признаков своей греховности. На это обращайте внимание. Вот еще вопрос. А ангел-хранитель есть у всех? Ну, конечно, у всех, как же нет? Есть. Но, к сожалению, не всегда мы храним верность Богу. И не всегда ангел-хранитель может нас уберечь. Потому что Бог спасает нас не без нас. Вот что, поймите, простую вещь. Я вот даже как-то читал, ну, такая, конечно, некая, несколько поэтическая такой образ, что вот один некий человек святой жизни, имеющий какой-то дар видеть духовный мир, видит, что стоит ангел и плачет. Говорит, что ж ты плачешь? Есть человек, которым ты представлен. А он говорит, да человек пошел вот в злачное место такое, что мне туда, я не могу с ним пойти. И плачу, потому что этот человек может же там пропасть без меня, правильно? Вот такой вот образ вам, да? Ангел-хранитель-то есть у всех, но люди бегут подчас от праведности, бегут от ангела, бегут от Бога и попадают в очень разные неприятности. Вот вопрос. Какая добродетель? Самое главное, какой рек? Самый страшный. Но об этом говорится в Евангелии. Самое главное – это любовь. Любить нужно Бога, всем существом своим, всем разумением своим, всей мыслью своей. Все ради Бога. И вторая заповедь, равная, кстати, возлюби Ближнего своего, как самого себя. Вот, собственно говоря, все заповеди на этом состоят. А самый страшный грех, который говорит Господь – не проститься никому, ни в все веки, ни в будущем – хула на Духа Святаго. То есть отвержение спасительности верой Христовой. Вот этот грех, естественно, он не простит, потому что человек не может в состоянии этого греха спасти свою душу. Еще вопрос. Расскажите, пожалуйста, о заповеди «Не поминать имя Бога в сое». Один знакомый говорит, что нельзя постоянно по всем делам свежитейским просить у Господа помиловать его. Нельзя часто обращаться к Господу с какими-то просьбами. Достаточно один раз прочитать с утра молитву с прошением, и все, и больше к Богу не обращаться. По своим мелочам не нарушать заповедь. Я постоянно хожу и шепчу имя Господа. Ну, видимо, вы, в отличие от вашего знакомого, в Евангелии читали, и вы помните, как Господь говорит «Непрестанно молитесь». Непрестанно молитесь. Не только утром помолился, и можно забыть о Боге на протяжении всего остального дня. Это колоссальная ошибка. Вот, а молиться и призывать имя Божие надо. И это норма как раз христианской жизни. Еще вопрос. Батюшка, вы как-то сказали, что родители без детей не спасутся. Поясните, пожалуйста, поподробнее. Ну, что тут непонятного? Мы живем, рожаем детей, воспитываем их. Если мы не сумели их воспитать, когда предстанем перед Богом, Господь скажет, «Ну, что, родной мой, где твоя жизнь? Как ты ее прожил? Где плоды твоей жизни? Ну, добрые дела, благие, милосердия, дети? Как? Как же нам спастись, если мы детей своих не воспитали в вере Христовой?» К сожалению, да, вот сейчас обстоятельства таковы, что детей наших улавливает грешный, похотливый мир. Ну, отчаиваться не надо, потому что я знаю очень достойных людей, у которых дети, ну, не всегда, бывает, соответствуют высоте положения своих родных и близких. Вы не отчаивайтесь, потому что я знаю другие примеры, когда вроде в зрелом уже возрасте приходит храм Божий, чуть ли не на карачках приползаются слезами, говорят, «Господи, батюшка, помолите себя, предал своих родителей, они учили меня доброму, хорошему, и уже ушли из этой жизни, а я вот только сейчас, наконец-то, приполз в храм Божий». Придут дети, но надо показать им дорогу в Царство Небесное. Если вот мы этого не делаем, есть такие люди, я встречался и с таковыми, которые заботятся исключительно о себе, и даже в том числе, вот как-то так, настолько заботятся о себе, в духовном даже плане, они так думают, что забывают вовсе про своих детей. Это неправильно. Надо прежде всего заботиться о своих родных и близких, о детях своих, и воспитывать их добродушными людьми, верующими, чтобы потом было не стыдно предстать перед Богом в ответе за всю свою жизнь. Вот так вот. Давайте почитаем Евангелие, предлагаем нам церковь сегодня. Это строки из 16 и 17 главы от Иоанна. Это рассказ о женах Мироносих, о Иосифе, Никодиме, которые, Иосиф и Никодим, погребали тело Христа, а жены Мироносицы помогали им и наутро, да, воскресного дня, предполагали прийти и погребсти тело Христа, вынуть его из гроба, обернуть, омыть его, он весь в крови избитый был. Хотели омыть его тело, обернуть чистую плащаницу, опять погребсти, и они же увидели, что Господь тоже воскрес и не един в огробе. После этого не находится, как читаем мы в Священном Писании. Давайте почитаем об этих обстоятельствах. Пришел Иосиф из Аримафея, знаменитый член Совета, который сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату просить тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил, давно ли он умер, и, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу, сняв и убил плащаницу, и положил его во гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалин и Мария Иосифа смотрели, где его полагали. По прошествии субботы Мария, Магдалин и Мария Яковлев, Соломея купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят они, как гроба, при восходе солнца, говоря между собой, кто открыт там камень от двери гроба. И, взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И, войдя в гробу, видели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им, не ужасайтесь, Иисуса ищите назаренина распятого. И вон воскрес, его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его Петру, что он предваряет вас в Галилее, там его увидите, как он сказал вам. И, выйдя, побежали от гроба, а их обел трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Вот вся последующая неделя посвящается памяти Иосифа, Никодима и жен Мироносица. Жены, в отличие от учеников, они не слышали подробные проповеди Христа, подробные рассказы о том, что ожидает его после пришествия в Иерусалим, после суда, распятия, воскресения Христова. Они об этом не слышали. Они шли исполнить всего-навсего совершенно обычный обряд заботы о усопшем человеке, потому что погребли его в спешке, уже смеркалось, уже пятница завершалась, наступала суббота, Иосиф и Никодим спешили, тело, вот как было, все в крови, изуродованное, обернули, положили в первый попавшийся гроб. Хотелось все сделать по-человеческому, субботу было нельзя, шаббат, праздник. И они вот пошли только в первый день, в неделю, в воскресенье, и увидели гроб, уже пусть Господь воскрес, первое мгновение воскресного дня. И вот они, женщины, которые не слышали никаких обетований о воскресенье своем, но просто из чувства любви, обычной, человеческой, пришли ко гробу Христа, и они же увидели потом само чудо воскресенья. Вот очень важный момент, когда человек умеет посвящать Богу не только свои мысли, желания, молитвы, но что-то делать ради Бога, ради церкви, ради других людей. И житейская забота о других людях она тоже дает свои плоды, как мы видим в этом случае, плоды весьма благодатные. И вся последующая неделя называется такой вот неделя Жон Мироносия, вспоминаем и тех женщин, и тех мужчин, как Иосиф и Негодим, которые трудятся в храме. Не только отправляют религиозные какие-то различные таинства, как священники, обряды, священники, декана, клирос. Есть же огромное количество людей, которые трудятся в храме на обычных житейских заботах. Ремонт, строительство, уборка, стирка, глажка, покраска. Это великое дело. Люди, которые умеют работать ради Бога, ради Христа. Вот этим людям посвящается вся последующая неделя. Или, как часто говорят, еще такой православный 8 марта. Особенно почитаются женщины православные. Ну, конечно, справедливо. Поздравляем и их тоже. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 221-4904. Христос Воскресе! Субтитры создавал DimaTorzok